Десять лет назад примерно вот оттуда разговоры о том, чтобы отменить, конечно же, были Мы рады всех времен! По тебе! Вот! Все хорошие, давай! Было очень круто, мы все посмеяемся от души, значит, мы были услышаны Мы пытались глушить нашу ШИЗУ Это же нематерное слово, да, Петернаст Ну да, в принципе, такие люди есть Вы хотите сказать, что вот это тормозят из-за нас? Все пустые Трансфер этих двух футболистов в Спартак пошел легко Нам надо было кого-то прогадать, чтобы доиграть сезон фу-мэл Я видел, что у вас в Анкаре идет набор в команду Где харизма, где желание Короче, братва Ну что, братва, всем салют Время 5 утра, суббота И мы отправляемся в Питер на матч Спартак-Зенит В этот раз мы отправляемся в Питер на машине Пока идет дождик в Москве, в Питере обещают снег Вы из Петербурга, Спартак-Зенит Мы начинаем Мы проезжаем Тверь и, собственно, два вопроса Первое, напишите в комментариях вашу любимую песню Михаила Кругов И накидайте, пожалуйста, нам узла в комментарии, которые мы в будущих наших выпусках обязательно заюзем По словах На одной из остановок перед Питером у нас сломалась машина Мы заехали в сервис на въезде Короче, там какая-то серьезная история Сейчас ребята ее делают Я принял решение, что надо ехать на дубль Ну и, собственно, поскольку у меня время в обрез Делимобиль наши друзья, как вы знаете, в очередной раз нас они выручают Ну и, наверное, выручат вас Не забывайте при регистрации в Делимобиле Вы получаете 500 рублей по промокоду Дневник Фаната Короче, и буквально через несколько секунд мы вам покажем, какая будет атмосфера на дубле Ладно, впереди дубль, поехали Аспад! 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 И! Вы сладо! Давай вместе гудеем, давай вместе гудеем Начнем жизнь и теперь, начнем жизнь и теперь Заряд еще мощней, заряд еще мощней Мы мясом всех сильней, мы мясом всех сильней, спадом! понимаете а и чё вы хотите сказать что вот это тормозят за нас я тебе говорил братва подводя итоги сегодняшнего дня я хочу сказать одно на тачке лучше в питер не ехать зимой в такую погоду приезду сюда мы уже попали на десятку сейчас у нас будет небольшая вставочка денег фант на черном фоне под звук иметь и на паузу заварить себе чаек пишите комменты ставьте лайки мы идем немножечко ужинаем идем отдыхаем и завтра день футбола короче братки братва братва рвется классе а мы рвемся к победе матч спорта к земле с нами михаил заводящий наши трибуны миш учитывая как раздували к этому матчу что происходило в городе ночью слушай такое ощущение что город был на военном положении огромное количество техники сотрудников всему городу прямо с вокзала приезжаешь за день еще за день в субботу же все это было такой как в казани в казани помню примерно такое было не знаю зачем они подпрягают такой ресурс есть админ ресурс дальше такая поговорка поговорка боятся значит уважаю наверное очень подойдет потому что вот действительно есть кадры даже когда ребята уезжали со стадиона молча покажем а конкретно москва ехал спартак миш ты за сколько приехал стадион удалось тебе спокойно зайти на сектор нет за зайти-то удалось спокойно он очень долго опять огромной очереди очень долго идти до стадиона от какого-либо вида транспорта потому что там либо ты через пешеходный мост либо ты по парку шагаешь короче как-то мы долго шли очень и машины туда не пускают никого не пускают но я надеюсь что все кто хотел дошли несмотря ни на что добровольно никто не отказывался и не поддавались на все эти страшилки клуба что сейчас у всех вас пояжут организация да что-то в том году мне показалось было получше то ли приз погодных условий теплых почему так такой ажиотаж был именно негативный фон на матче спартаком еще самый самый угар это помимо того что зенит подготовился к матчу спартаком внушительно миша щас покажу один кадр и спрошу тебя что это было очень круто мы все посмеяясь от души значит мы были услышаны это так полагая пытаясь глушить нашу шизу значит она все-таки была услышана слышно лужда и они начали глушить сколько глушили минутки 3 гератки 3 мишки шипели на херачил на весь стадион и люди которые стали страцию по телегу это щечу это такое было бы но в целом я считаю что вы из был бодрый достойный большое количество приезжих очень много народу приехала так вообще это очень топ для 1 декабря реально то есть я думал будет в разы меньше нужно учиться петь и уметь свое дыхание настраивать не хватает отдохни но передохнул там 10 секунд также высоко громко и звонко и не стесняться парням который там у нас остались питере давайте держитесь вас поддерживаем и всячески вам помогаем друзья как вы знаете 10 лет назад примерно вот оттуда наш знаменитый проход в питере и лена солнышко вы все прекрасно знаете чья была вообще идея организовать такую знаменитую историю пройтись составом по питеру этого никто никогда не делал и в итоге мы оттуда вышли в сторону моста и вы все видели видео чем все закончилось слушай но сейчас как бы сложно вспомнить конечно чья это прям вот конкретно была идея мне кажется это все-таки ванина была ведь а а потом давайте это давайте то давайте так давайте ну и как бы начался процесс оговоренности и всяких мелочей взорвался невский экспресс там за за два дня до условных не было ли разговоров о том что отменить задуманная идея до разговора о том чтобы отменить конечно же были но ты там это сейчас все легко вот в телефоне там все дела написал в один чат и все прекрасно про все знают но тогда как бы 10 лет вот это вот назад я если честно не помню как мы оповещали изначально все и мне кажется это было да чисто технически такой сложный наверное момент честно я не особо помню почему мы здесь остановились и ты стояла чуть дальше то есть и снимала на камеру сколько я не знаю помнишь ли ты примерно в итоге наших парней девчонок поехала сидеть ждать конца матча конечно не скажу я просто помню состоял большой пазик и вот около него мне начали передавать все ценные вещи потому что многие начали переживать мало ли что там у нас как бы все бывает все истории прекрасно всем известны передавая мне вещи я просто старалась максимального людей что-то там вот это вот ты могла брать и могла поехать на рынок да и разбогатеть момент забогатеть я потом долго раздавала всем вещи ждала кого-то кого-то не дождалась потому что отпускали на следующий день но как бы все равно по важности отошла и вот стояла ждала пока не решится пустят там не пустят может быть не заберут там ничего такого не будет как я сказала тогда телефонов почти мало может у кого-то даже не было а сейчас простите телефон есть у каждого и связь страны но согласись это было округа это было круто это было круто и в принципе на тот период очень многое было круто и был потому что мы мы делали что-то в новинке мы делали там сами мы что-то придумывали мы что-то у кого-то брали переделывали но старались мы мы были первопроходцы поэтому это было все круто Москва! Друзья, мы сейчас находимся в отеле, где останавливается наша команда Станин Николай, директор футбольного клуба «Чертаново». Как вы здесь оказались? Я приехал, вчера был на матче Крыльцовета Фуфа, смотрел за нашими воспитанниками Зиньковским и арендованным у Спартака Тимофеевым. И после этого оттуда сегодня прилетел сюда, чтобы посмотреть на религию. Два футболиста, Умиаров и Глушенков, играют сейчас в Спартаке. Мы смотрели у нашего друга Савина про вас, реально большие достижения, большой успех. Трансфер этих двух футболистов в Спартак прошел легко или были какие-то тяжелые моменты? Нет, никаких не было тяжелых моментов. Почему в Спартак? Ну, я неоднократно об этом говорил, потому что нам надо было кого-то продать, чтобы доиграть сезон Фуфа. Были другие предложения? Да, были. Деньги были, могли бы мы получить только в следующем году, поэтому еще две команды премьер-лиги. Ну, говори. Нет, я не буду сказать, попробуйте угадать. Пишите в комментариях тогда, как вы думаете, какие команды предлагали за Умиарова и Глушенкова. Умиаров и Глушенков, эти ребята изначально как-то выделялись? Умиаров к нам пришел в 11 лет и сразу выделялся. А Глушенков, он был в школе локомотива, сначала в Академии Коноплева, потом в школе локомотива, о том, что-то у него там не сложилось, он пришел к нам. Мы вас ждем в премьер-лиге, вам нажимаем большой удачи. Хорошо, Спартаку, с вами победа. Очень надеемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый тайм, мы проигрываем 1-0, поддержка топовая. Вы сами все видели. Все, кто сейчас находится на секторе, выкладываются от и до. Даже я в голову себе посадил. С нами Женя Спиряков, вратарь футбольного клуба «Амкал». «Амкал». «Амкал», как тебе глушил-то? Мы сидим, мы в наушниках же сидим, то есть мы не особо слышим, и вдруг даже сквозь наушники стала пробиваться какая-то непонятная шумиха. Мы открываем вот так вот, слушаем. Это же глушинки, ай-бегеть, да? То есть там это что-то второй случай, по-моему, в нашем чемпионате. Слушай, очень крутой перформанс, то, что вы фонарики включили. Фонарики – это песня про Москву. И следующее – это когда поднимали плашки красно-белые. Мы плохо слышим, что вы кричите и говорите, потому что наушники... Выглядит прикольно. Но красиво. Это красиво. Я видел, что у вас в «Амкале» идет набор в команду, сюда. Там у вас есть три условия. Ну вот по одному условию ты проходишь, как с остальными? Давайте угадаем, по какому условию я прохожу. Хотите ли вы, чтобы я попробовал себя в «Амкале»? И, в принципе, в защите могу этого парня подставить. Все, Женек, тебе респект. Тебе. Давай. Сегодня мы надеемся, что «Спартак» победит, а тебе хорошего комментария. А вам удачи. А нам удачи. Привет, Дэк. Ну что, друзья, мы проиграли 1-0. Сомнительный забитый гол. Обидное поражение. И, господа, матч огонечный за счетом «Амкель Голы». Парни, много кто пишет в инстаграм, мне лично, там, по шизе, не по шизе. Если кто хочет принимать участие в шизе, как-то нам помогать, развивать, приходите к нам на 104-й, вообще на «Вниз». И будем это делать вместе, посмотрим, как у нас это будет получаться. Все советы мы будем учитывать, адекватные, конечно же. И вместе развивать это все, потому что, парни, вы это и есть, как бы, движущая сила нашей команды. На Ростове у нас последний тур в этом году. Давайте все подсоберемся и отшизим как по полной. Время отдыхать, восстанавливаться и непосредственно делать оценки тому, что мы сделали, какой выпуск мы смонтировали и понравился ли вам он или нет. Поэтому, друзья, поддержите нас подпиской, лайком и, соответственно, напишите комментарии, как вы съездили в Питер. Всем спасибо, кто был с нами в этот выпуск. Поэтому, друзья, не забываем о нас, мы не забываем о вас. И все самое интересное, естественно, впереди. Всем спасибо, это был Дивник Фаната. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok